И когда они ели, Иисус взял хлеб, и благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал, «Приимите, едите, сие есть тело мое». Сегодня наш разговор пойдет об одной из составных заповедей о хлебопреломлении о хлебе. Но говорить мы будем в основном не столько о том значении, какое вкладывает в него Господь, что видно из только что прочитанного нами текста, мы поговорим о вполне физических свойствах хлебопричастия, потому что этот, в общем-то, мелкий вопрос, он на протяжении веков служит причиной споров между христианами и в одно время даже стал поводом к расколу официальной церкви на Западную и Восточную, в результате чего образовались современные нам динаминации, две динаминации – православие и католицизм. Правда, изучающие историю люди отмечают, что данный вопрос о хлебе-причастие явился все же более такой формальной причиной этого раскола. Основную роль в нем сыграли амбиции тогдашних лидеров церкви. Но все же вопрос, каким должен быть хлеб-причастие, сохраняет свою остроту и сейчас, и отнюдь не только в спорах между приверженцами исторических церквей. Тому же искушению подверглись и немало верующих, заявляющих о чисто библейском основании своей веры, и отрицающих позднейшие предания и добавления к учению Христову. Итак, каким должен быть хлеб-причастие? Пресным или квасным? В этом суть спора, о котором мы сегодня будем говорить. И говорить об этом надо, потому что возникающее на этой почве искушение по-настоящему, этого многие не понимают, направлено на то, чтобы отвлечь, увести внимание верующего в момент принятия им хлеба и вина, причастия от воспоминания о смерти Христа и перенацелить это внимание на рассуждение о правильном или неправильном рецепте приготовления хлеба, который он вкушает. Мы говорили с вами, что рассуждение человека при его участии в вечере – это очень важная часть исполнения этой заповеди. Если мысли в момент причащения оказываются отвлечены на что-то иное, кроме смерти Господа и ее значения, приобщение к телу крови Христовой не происходит. Совершается просто обычный пустой обряд, совершаемый плотью, без всякого смысла. И за это человек несет ответственность. Так что же оказалось причиной возникновения вот этой давней дискуссии в самом начале, не тогда, когда уже произошел упомянутый раскол, а в самом начале, когда только этот вопрос был поднят? Спаситель преподал заповедь хлебопреломления. Когда? Матфей говорит 17 стихом, разбираемый главой. В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали ему, где велишь нам приготовить тебе Пасху? Это был четверг. И вечером этого же дня Иисус с остальными учениками пришел в ту Иерусалимскую горницу, где, наверное, уже ждали его Петр с Иоанном, которые готовили эту Пасху, готовили Агнца. Это был первый день опресночной недели, в которой все квасное в доме Иудеи ликвидировалось. Обыкновенного хлеба там по закону быть не могло. И это однозначно говорит о том, что хлебом первого причастия, совершенного в ту пасхальную ночь, были опресноки, пресные лепешки, по-еврейски Маца, по-гречески Азимос. И вот на этот факт спустя какое-то время обратили внимание некоторые верующие и заявили, причастие может быть правильно совершено только при условии, если хлеб будет пресным. И отсюда все началось. Вопрос, когда именно все началось, он тоже интересен, мы его чуть позже коснемся. А сейчас обратим внимание на само учение о хлебопреломлении, как его преподает Завет Христов. Начнем вот с того же Матфея, из того же исходного текста, который мы прочитали. «Иисус взял хлеб и, благословив, преломил». Знаете, здесь синодальный перевод в точности передает сказанное в греческом тексте. Он говорит, «Иисус взял хлеб». И там в греческом тексте именно так и сказано. Там употреблено слово «артос», которое в греческом языке означает «обыкновенный квасный хлеб». Не опреснок греческая Азимос, а именно слово «артос». Матфей, мы видим, уклоняется от прямого упоминания опресноков, но употребляет слово «хлеб», «артос», которое у греков обозначало «квасный хлеб». И отсюда некоторые апологеты православного исповедания заявляют даже, что спаситель преломил именно квасный хлеб в ту ночь. Потому что так написано в греческом переводе, в греческом тексте. Ну, конечно, это заключение является довольно-таки надуманным, потому что квасного хлеба в первый день опресноков в доме Иудеи не могло быть, точка, тут не о чем спорить. И таким образом слова евангелиста могут быть объяснены только одним способом. Хлеб, или «артос», как в греческом языке, в разбираемом стихе применен в общем значении этого слова, без специального указания на то, каким способом он приготовлен. И действительно, первый перевод на иностранный язык с Ветхого Завета, «септуагинта», греческий перевод, имеет такие места, где видно, что это слово «артос» могло применяться в общем значении. Оно не только обозначало «квасный хлеб», но вообще хлеб. Но почему Матфей вот это сделал? Он был Вадим Духом Святым, когда он записывал свою Евангелие. Значит, в Божьих намерениях было не подчеркивать факт преподания первого причастия на опреснаках. Ну, мы, конечно, могли бы предположить оплошность переводчиков. Первое Евангелие было написано на арамейском языке, а мы имеем греческий перевод. И, может, переводчик что-то там сплоховал. Но знаете, вообще, этот греческий перевод, который мы имеем, он настолько хорош, что многие считают его оригиналом. Или вторым оригиналом, позже написанным самим же Матфеем. Здесь ошибку переводчика трудно заподозрить. И вот точность этого перевода, она подтверждается другим, весьма показательным фактом. Все прочие евангелисты, вообще авторы Нового Завета, говоря о хлебе причастия, старательно обходят стороной факт преломления его Иисусом в виде опреснака. Они нигде об этом не говорят. Везде, где они говорят о причастии, они употребляют вот это греческое артос, обыкновенный хлеб, нигде не говорят об азимосе, то есть опреснаках. Абсолютно нет ни одного места в Писании и в Новом Завете, где рядом с клевопреломлением упоминались бы опреснаки. Так что вот это первое впечатление, отсказанного Матфеем, что Дух Святой, руководивший им, не пожелал обращать внимание верующих во Христа на опреснаки, как хлеб причастия, оно, скорее всего, оказывается верным. Он руководил всеми новозаветными авторами, и во всех случаях он просто не позволил никому из них подчеркнуть какую-то значимость пресного хлеба для причастия. Чего ни в коем случае не могло бы быть, если бы состав хлеба и рецепт его приготовления имел бы какое-то значение для правильного совершения хлебопреломления. Но почему же все-таки в момент преподания этой заповеди в руках Спасителя оказался опреснак, чего нельзя отрицать, это было так. Неужели этот факт не имеет никакого значения? Во-первых, значение для верующего человека имеют прежде всего те факты, на которые указывает ему священное Писание. И вот этот факт преподания первого причастия на опреснаках таковым не относится только, что мы говорили. Везде, где не говорится о хлебопреломлении, умалчивается об опреснаках. Старательно обходится этот факт. Такого правила в священном Писании причащаться только пресным хлебом мы не находим. Но многие могут сказать, ну разве это правило не подразумевается само собой, раз уж действительно там опреснаки были в той горнице. Нет, не подразумевается. Потому что заповедь Божия подразумеваться не может. Заповедь – это точная инструкция, которая дается человеку, отражая какую-то волю Божию по определенному вопросу, который человек должен в точности последовать, чтобы избежать греха и не понести осуждение. И по этой причине заповедь или есть, или ее нет. Когда она сформулирована, она есть. Когда она не сформулирована, значит, она не преподана. Значит, ее и нет, потому что она не нужна. Но не быть изложенной в Писании, а подразумеваться заповедь не может. Нет, все учение фарисеев состояло сплошь из подразумеваемых заповедей. Посмотрите, как далеко оно отстояло от того, чему учил Господь. Подразумеваемые заповеди не отражают божественную волю. Это заповеди человеческие. Это добавление к тому, чему учит Иисус Христос. И соблюдение этих подразумеваемых заповедей верующему никакого блага не принесет. И, во-вторых, совсем нетрудно определить причину, почему Иисус преломил хлеб, приготовленный в виде опреснока. Это был праздник Пасхи. Это была законная заповедь, которую тоже исполнял Спаситель. Исполнял намеренно, целенаправленно. Когда Он пришел с учениками в эту горницу, Он сказал, очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания. Этим празднованием Господь завершил действие обрядового закона. Это была последняя правомерная старозаветная Пасха. И все последующие празднования и обряды по закону уже более не имели смысла, потому что совершилась Пасха истинная, смерть Спасителя на кресте, потому что уже вступил в силу Новый Завет, который не включал в себя никаких старозаветных обрядов. Слово Божие говорит конец закона Христос. Все образы Старого Завета нашли в нем во Христе свое исполнение и свое завершение. Ни один ветхозаветный обряд не переступил порога Нового Завета, потому что во Христе он нашел свое завершение, в том числе и ветхозаветные опресники. Преподавая заповедь причастия, Иисус вовсе не повторял и не интерпретировал какую-то старозаветную заповедь. Причастие – это заповедь новая, которой в Старом Завете не было. И есть в Писании одна история, которая позволяет точнее уяснить нам отношение опресников к причастию. Эта история древняя, она записана в книге Бытие. Авраам возвращается с победой, с добычей, с освобожденными пленниками, и навстречу ему выходит таинственная личность. Написано, Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего, и благословил его, и сказал, «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли». Какую глубокую образность несет в себе эта встреча. Авраам здесь олицетворяет весь избранный народ. Мелхиседек, образ Сына Божия, выносит ему знаки причастия. «Хлеб и вино» – это самый ранний образ причастия, который войдет в силу, когда Сын Божий совершит свое служение. И здесь снова повторяется та же самая особенность в описании причастия, которая постоянно присутствует в его описаниях в Новом Завете, на которой мы уже обращали внимание. Заключается она в том, что в тексте оригинала «Хлеб, который вместе с вином вынес Мелхиседек» – это не маца. Там употреблено еврейское слово «лехем» – обыкновенный хлеб, квасный хлеб. Вновь мы видим, что, говоря о причастии, Слово Божие старательно обходит опреснаки. История эта произошла, когда еще ни одной строчки закона не было написано. А опреснаки – это именно законная заповедь, связанная прежде всего со старозаветной Пасхой. И на примере вот этой истории выглядит очень ясным факт, что опреснаки не являются частью заповедей хлебопреломления и никогда не задумывались, как ее часть. Они были и являются частью старозаветной обрядовой Пасхи. Они были частью обрядового закона, который явился уже после этой истории, которую мы только что прочитали, и который ограничен в своих полномочиях, как говорит Писание, временем исправления. Помните, как в послании к евреям говорит апостол, что все эти обряды с обрядами, питьями, обовением – все это было установлено только до времени исправления. Вот этот момент упускается из виду верующими, полагающими необходимость причащения только опреснаками. Они смешивают ветхозаветную заповедь, которую исполнял Христос, чтобы положить ей конец, с новозаветной заповедью, которую он тогда же преподавал, чтобы дать ей начало. И они переносят отживший, упраздненный Христом обряд в эту новую заповедь, не разумея, что он есть и может быть только частью той вот уходящей старозаветной заповеди. Они таким образом попутали, спутали вместе все уходящее и приходящее, и наступающее. Здесь полезно будет уже несколько слов сказать по поводу того, как же решался этот вопрос ранней церковью и в более поздние века христианства. История говорит нам о том, что даже христианские общины Палестины, несмотря на иудейское прошлое, еще не изжитое влияние иудаизма в их настоящем, они причащались в большинстве обыкновенным хлебом. По той причине, что опреснаки в Израиле готовились только раз в году на Пасху, а ранняя церковь причащалась ежедневно, чуть позже, раз в неделю по воскресным дням. И тем более обычным хлебом причащались церкви за пределами Святой Земли, которые состояли преимущественно из уверовавших язычников, которые не имели никаких корней там в иудаизме, вообще ничего об опреснаках не знали. Вообще причастие в те дни было как бы частью агапе, вечери любви. Это общесырковные трапезы, куда сходились все верующие по вечерам, и каждый нес пищу, которую кто что имел. С насилием из этой пищи составлялась эта трапеза. Хлеб же в те дни был главной пищей на столе, и вот из этого принесенного уделялась часть для воспоминания страданий и смерти Господа. В те дни, в те ранние времена опреснаками причащались лишь эвианиты. Это была ранняя еретическая секта I века, возникшая где-то в 70-м году. Она состояла из иудействующих христиан, которые старались вовсю исполнить закон, точности всего закона старались придержаться. Они отвергали непорочное зачатие, проповедуя, что Иисус имел земного отца, родился от человека, от земного отца. Они отрицали Павла с его посланиями, считая его отступником от веры. О себе они называли, говорили о себе, что они являются мостом между синагогой и церковью. В общем, становится ясно, что взгляды этой секты были таковы, что ясно, что они не до конца понимали правильно волю Божию. И поэтому их практика причащения опресниками, она куда более ставит под подозрение этот обычай, чем утверждает его истинность. Постепенно, по мере отступления от чистого учения Христова и приближения к обрядности, в римских церквах постепенно распространялся вот этот обычай причащения опресника. В 8-м, где-то в 7-м веке этот обычай стал появляться в церквах Испании. В 8-м веке его стали принимать германские церкви, но принят он был официально уже всей западной церковью только в середине 11-го века. После раскола, который произошел между западной и восточной церковью, это было в 1054 году, то есть все это средневековье. Примечательно, что армяне, принявшие христианство в 301 году как государственную религию, они также причащались обычным хлебом. И только спустя какое-то время они перешли на пресный хлеб, причем существуют разные мнения, когда это произошло. Одни говорят в 4-м веке, другие говорят в 5-м, 3-й и на 8-й век указывают. Но вот их более ранняя практика причащения обыкновенным хлебом, она лишь подтверждает факт, что это более древняя традиция, чем причащение опресноком. Вообще, относительно армянской церкви, там интересно заметить, что причащаясь пресным хлебом, тем не менее, она подчеркивает, что она не придает теологического значения, как испечен хлеб. И пресный или квасный хлеб, она считает это вопросом только местных традиций. Это значение не имеет. Итак, ранняя церковь, даже общины Палестины причащались обычным хлебом. И причины тому отыскать очень просто. Состоят эти причины в том, что апостолы не учили ее причащаться опресноками. И чему в этом плане учили апостолы, это видно из Нового Завета. Опять, я повторяю эту особенность, то, что нигде в Священном Писании рядом с хлебопреломлением не упоминается опреснок. Вот всем хорошо известное место, которое обычно считается в наших сырках на хлебопреломлении. Это 11 глава 1 Коринфянам. Павел говорит, ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал. «То Господи Иисус ту ночь, в которую предан был, взял хлеб». Очень важно понять особенность вот этих слов апостола. Это не просто рассказ о том, что было в ту ночь. Здесь повествовательный элемент является совершенно второстепенным. Это именно учение, которое объясняет церкви, как надо правильно соблюдать эту заповедь. И это не воспринятая от человека информация. Павел говорит, от самого Господа принял. Было ему специальное персональное откровение. И что он принял от Господа? Господь не сказал ему, что Иисус взял в ту ночь опреснок в руки. А хлеб опять здесь. В тексте оригинала стоит эта греческая артас, обыкновенный хлеб. Внушая церкви устав вечери Господней, Дух Святой совершенно не позаботился что-либо определенное сказать о составе и способе приготовления хлеба для причастия. И таково было учение апостола во хлебопреломлении. И последовавшую ему церковь не придавала этому значения. Она причащалась обыкновенным хлебом, какой был под рукой. Те же, кто отвергал апостольское учение, вот как упомянутые эвианиты, они поступали по-другому. Но тут важно подчеркнуть, в чем состояла вот эта разница между учением апостолов и тем, что говорили их оппоненты. Она состояла вовсе не в том, что апостолы учили причащаться к квасным хлебам, а их оппоненты опресноками. Не так было. Апостолы давали понять, что попросту не имеет значения, как приготовленный хлеб. А эритики полагали, что это имеет очень большое значение для того, чтобы правильно участвовать. Павел далее в 11 главе говорит, что именно нужно для угодного Богу участия в вечере. Рассуждение о теле Господнем. Необходимо, чтобы принимающий святыню сам находился в должном состоянии, чтобы не было на нем никакого греха, который не омыт был бы, за который не принесено было бы покаяние. Здесь просто совершенно другой взгляд на причастие в сравнении с этими всеми спорами о пресном и квасном хлебе. И верующий, который пускается вот в такие рассуждения о правильном рецепте хлеба для причастия, он попросту начинает рассматривать данную заповедь с той точки зрения, с которой Слово Божие никогда на нее не смотрит, потому что это не нужно, это не имеет никакого смысла, не имеет значения для причащения к телу Христа. Довольно часто те, кто полагает необходимость причащения только пресным хлебом, приводят доказательства слова Павла из 5 главы 1 послания Коринфянам. Это 8 стих. Там Павел говорит, посему станем праздновать не со старую закваскую, не с закваскую порокой Лукаса, но с опресноками чистоты и истины. Вот говорят они, только опресноки могут быть знаком тела Христова, потому что закваска – это всегда что-то нечистое, это скверно, порча какая-то. Она не может быть святыней тела Божия, тела Господа. Знаете, это полностью ошибочная логика. Павел, во-первых, совершенно не говорит здесь о причастии, чтобы были какие-то основания видеть в этих его словах правила исполнения заповедей Хлебопреломления. Апостол обращается там к Коринфянам по поводу тяжелого греха, который имел место в их среде. Он укоряет их всех за благодушное отношение к этому греху. И вот этими словами он говорит о необходимости изменения их философии, их взглядов, их жизни. О необходимости устранения плоткости, которая вновь взяла у них там верх в их церкви. Апостол использует здесь старозаветную символику опресноковой закваски, как метафору, изображая два духовных состояния человека. И совершенно нелепой выглядит попытка перенести вот эти символы в буквальном виде в практику христианина и увидеть в словах апостола указание, что надо печь опресноки. Вместо того, чтобы изменить свою жизнь, что именно имел в виду апостол. Этот вывод равносилен тому, который сделали когда-то ученики, помните, там в лодке. Христос говорит им, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Они, о, закваска, к чему это? К хлебу, конечно. К хлебу мы не взяли. Они буквально поняли слова Спасителя. А Иисус говорил об учении фарисеев и саддукеев. Далее. Закваска в Писании не всегда отрицательный образ. Мы разбирали с вами сказанную Христом притчу о Царстве Небесном, что оно подобно закваске. И говорили тогда же, что невозможно просто истолковать эту притчу, если понимать закваску в отрицательном смысле. Там она явно положительное значение имеет. Именно Царство Небесное подобно закваске. Итак, вопрос. Может ли квасный хлеб послужить образом тела Христова? Может. И это видно не только из приведенного только что примера вот этой притчи о Царстве Небесном. Это видно из, гораздо яснее, даже видно из слов самого Спасителя, которые записаны в 6 главе Евангелия от Иоанна. Иисус, обращаясь к народу, говорит. «Я хлеб живый, сшедший с небес. Ядущий хлеб сей будешь жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Вот как это в нашем переводе, так оно и в тексте оригинала. Иисус там не говорит «я опреснок живый». Но именно хлеб. Там стоит опять греческое слово «артос» – обыкновенный хлеб. Причем, знаете, весь характер вот этого разговора с народом Иисуса, он такой, что слушающие никак не могли бы понять его, что под хлебом он подразумевает опресноке, если бы он подразумевал это. Если бы он действительно имел в виду опресноке, он должен был бы сказать, он должен был бы уподобить свое тело вот этой маце, опресноком. Тогда бы его поняли. И в этом случае у нас были бы основания полагать, что только опресноке могут служить образом плоти Господа. Ну, что потребовало, конечно, уже внести изменения, соответствующие поправки в нашем обычае и совершать причастие. Но Иисус уподобляет свое тело просто хлебу. Как в данном случае понять его слова? А значит ли это, что только квасный хлеб может быть образом тела Христова? В причастии такая точка зрения оказалась бы тоже заблуждением. Греческая «артос» и в данном случае, как и в разбираемом нами тексте из Евангелия от Матфея, это есть обобщающее понятие. Это хлеб вообще без различия его состава и способа приготовления. И это становится ясно из того, что речь здесь идет о хлебе жизни. Вот немножко выше 48 стихом в этой же 6 главе Иоанна Иисус говорит «Я есим хлеб жизни». Опресноке – это церемониальный хлеб, который пекли евреи один раз в году ради обряда. Спаситель же находит более точным сравнить себя с тем хлебом, которым именно живет человек, который он потребляет в пищу ежедневно для того, чтобы жить, а не для того, чтобы исполнить обряд. Речь идет о хлебе, которому более всего подходит определение «насущный». И здесь вот что надо понять, чтобы правильно разуметь сказанное. Господь оценивает хлеб как явление по совершенно иным критериям, чем то делалось в Старом Завете, когда там преподавались заповеди опресноков. Он рассматривает хлеб не с точки зрения его физических отличий, пресный он или квасный, но с точки зрения его значимости для жизни человека. То, что хлеб дает человеку жизнь. И вот с этой точки зрения знаком тела Спасителя может быть любой, абсолютно любой хлеб. Хлеб пресный, вот на Кавказе, в Средней Азии вот эти лаваши пекут, традиционно пресный хлеб, пресные лепешки. Квасный, пшеничный, очменный, кукурузный. Индейцы вот пшеницу не культивировали вообще, они кукурузу растили. В Африке во многих местах хлеб из сорго делают. А вот знаете, интересно, что в китайском переводе вот эти слова из Евангелиана «Я есмь хлеб жизни, я есмь рис жизни». Потому что у них хлеб – это рис, у них отдельных слов нет. Другого слова у них нет, у них рис. Не имеет значения. Важно, чтобы это был хлеб, которым живет человек. Вот этого условия достаточно, чтобы он, этот хлеб, мог служить знаком тела Господа, дающего жизнь миру. И таким образом, любой такой хлеб, в том числе и квасный, он может быть выражением жертвы Христа и быть пригодным для воспоминания его страданий и смерти. И здесь надо учесть, что когда речь идет о знаках причастия, Господь применяет другие критерии в оценке хлеба. Не прежние старозаветные. И вот это одна из причин, почему Дух Святой, руководя авторами Нового Завета, нигде не допустил их сделать хотя бы намек на опресники, когда те касались вопроса причастия. А другая причина, почему он это сделал, состояла в том, что опресники – это упраздненный со всем законом обряд, которому не может быть места в Завете Христа. И соблюдение которого – это уже уклонение в Старый Завет. Уклонение, которое требует исполнения всего закона. Потому что закон неделим, исполняя что-то одно, исполняя уже все вместе. И таким образом, это является уход и здорованное Христом свободы в прежнее рабство – это возврат в подзаконное состояние. Христу надлежало подчиниться закону, чтобы искупить подзаконных. Так говорит Слово Божие. И Спаситель исполнил этот закон. И в нем исполнились все вот эти вот древние обрядовые заповеди, которые были прообразами, предвозвещали только пришествие его, Христа, описывая его с разных сторон. И знаете, выходит, есть такие вещи, которые делал Христос именно для того, чтобы нам не приходилось их делать. Он исполнил закон, чтобы нам не исполнять его. У нас в церкви совершенно обоснованно для воспоминания страданий и смерти Господа используется обычный для нас хлеб. Но если мы окажемся где-нибудь в другом месте, в другой церкви, и там на правах гостя будем участвовать в воспоминании страданий Господа, его смерти, и найдем, что там вот на этой тарелке разносят что-то другое, не похожее на наш привычный нам хлеб, этот факт не должен нас волновать. Обыкновенный он, пресный он, все это хлеб. И пока то, что во время причастия подают на этом подносе, может по праву называться хлебом, и над ним совершена молитва, это и есть святыня тела Господа. И поступать с этим мы должны по заповеди. Всякие размышления о правильности или неправильности приготовления хлеба в момент принятия нами святыни должны быть исключены, потому что это есть искушение. Мыслить нам надо о жертве Сына Божия, провозглашая ее свершение и свидетельствуя о своей вере в ее истинность и в ее полноту. Если же, ну вот, к примеру, образовавшаяся община решает вопрос устройства своего служения, и в том числе касается вот этих технических деталей совершения заповедей хлебопреломления, рассматривает их, то наиболее верным будет для церкви принять в обыкновение причащение именно обычным хлебом, чтобы избежать возврата к упраздненной Христом старозаветной обрядности. И пусть Господь поможет нам разуметь Его волю, чтобы мы могли служить Ему, как говорит Священное Писание, в обновлении Духа, а не по ветхой букве. Аминь. Давайте помолимся. Господь и Божий, Бог наш, хвала Тебя, Господи, слава Тебе. Ты сошел с небес на эту грешную землю. Ты оделся в наше тело, в человеческое тело, чтобы искупить нас. И Ты оставил нам заповедь о вспоминании о страдании Твоих и смерти Твоей, которую мы были исцелены и спасены. Благослови нас, Господи, соблюдать это Слово Твое, эту заповедь Твое так, как Ты заповедал нам, исполняя то, что Ты нам предписал, и не внимая человеческим измышлениям и добавлениям. Благослови нас, Господи, разуметь истину и отличать то, что ветхое, от того, что истинно и духовно, и следовать этому последним. Благослови нас, будь прославлен за все наше. Аминь. Благослови нас, Продолжение следует...